Всем привет, мои хорошие! Сегодня я решила приготовить блюдо из баклажан. У меня есть баклажаны. Я вам уже говорила, что я сейчас больше налегаю на овощи. И вот я нашла интересный рецептик. Хочу приготовить вместе с вами. Нам понадобятся баклажаны, помидоры, сыр, ну и некоторые другие продукты. В общем, давайте приступим. У меня три небольших баклажанчика. И надо их нам порезать кружочками примерно по сантиметру. И вот так все три штуки мы нарежем. Вот столько у меня получилось. Теперь пересыпем эту всю солью. Перемешаем. И надо, чтобы оно постояло какое-то время. Оно немножко отдаст свой сок. Сок, который нам не нужен. Если баклажаны вы будете покупать специально для этого блюда, то лучше, конечно, выбирать диаметром чуть-чуть побольше. Ну, у меня вот были такие. Поэтому делаю из того, что есть. Так, все. Пока это будет стоять, подготовим другие продукты. Еще нам понадобится сыр. Ну, вот это российский сыр. Я сделаю примерно половину. А сыр можете брать любой, какой вам нравится. Сейчас посмотрим, половину или даже меньше. Количество сыра тоже... Смотрите, любите ли вы побольше сыра или поменьше. Вот так вот мы его на крупной терочке потрем. Да, где-то половина вот этого куска. Ну, это примерно 100 грамм. Это буду делать столько я, а вы делайте сколько вам нравится. И сыр любой. Я думаю, хватит. Я думаю, хватит, потому что я лично сыра слишком много не хочу делать. Все-таки он жирный. Вот, я думаю, такое количество нормально. Переложим пока его сюда, плялочку. Такое количество. Дальше, девочки, я беру еще одну плялочку. Нарежу туда миленько укропчик. Но вы можете этого не делать. Зелень туда не обязательно. Но я люблю укропчик, а чуть-чуть с чесночком. Это, мне кажется, хорошее такое сочетание. И, в общем, миленько я нарезаю здесь укроп. Я решила, девочки, блюдо это сделать отдельным, снять его отдельно. Потому что я, в общем-то, его делаю впервые вместе с вами. Поэтому хочу, чтобы подробности тут все попали. И чтобы это блюдо можно было найти легко, быстро. Поэтому сниму его отдельно. Так. Ну, обычно, вы знаете, что я блюдо, который готовлю уже не первый раз, я их снимаю во влогах, снимаю коротюсенько. Чисто напомнить вам. Дальше я беру несколько зубочков чесночка. Ну, вот небольших три кусочка. Можно меньше, можно больше. Это уже как вы любите. Я сильно очень не люблю так чеснок. Но я люблю, чтобы его запах там был присутствовал. Дальше мы сюда добавим растительное масло. Ну, я не знаю, где-то 2-3 столовые ложки. У меня тоненько так, что-то я специально сделала. Где-то грамм, ну, грамм 30, я думаю, хватит. Вот так. И можно немножечко посолить, но можно и не солить, смотря сколько соли вы любите. Имейте в виду, что соленый сыр, но в меру. И этот, баклажаны тоже у нас уже в соли полежали. Чуть-чуть перчика добавим еще. Чуть-чуть. Все. Теперь это можно вилочкой все перемешать. Вот такая жижа получается у нас. Так, это можно тоже пока оставить в тарелочку. Заготовка готова. Еще нам понадобятся помидоры. Но если есть, желательно помидоры брать небольшие. Вернее, таким вот диаметром, чтобы они покрывали наши кружочки. Но так как у меня кружочки небольшие, а помидоры у меня большие, вот один только маленький, я его просто разрежу и буду вырезать кусочки такие потом. Но это потом. Пока отложим помидоры, займемся баклажанами. Чтобы баклажаны хорошо пропитались, надо сделать в них вот такие вот надрезики, в каждом кусочке, с двух сторон. Но это такое немножко трудоемкое занятие. А я как человек, который не хочет лишнюю работу делать, вот так вот получается, чтобы все пропиталось. Я возьму, попробую сделать тендерайзер. Попротыкаю так раз. Вот раз, все, дырки есть. Я думаю, этого будет достаточно. Ну, как интересно. Все протыкается хорошо. В общем, я сейчас вот это все протыкаю с двух сторон. Все отлично. Очень быстро вот так получается, интересно. Все, прорешетили мы их. Отлично, еще чуть-чуть осталось. Зато быстро. Лучше, чем каждый надрезок, девочки. Все, готово. Осталось вот тут вот такая вот жижечка, и мы выливаем. Все, девочки, взяла противень, застелила пергаментной бумагой. И теперь мы вот это вот все выложим сюда на противень. Все у меня поместилось. Теперь мы отправляем в духовку, разогретую на 200 градусов на 15 минут. Пока у меня находятся баклажаны в духовке, подготовим помидорчики. Вот если они небольшие, тогда проще всего. Помидорчик примерно 5 миллиметров вот такой вот толщины. Ну, вот небольшие помидорчики можно было бы порезать кружочками, но, к сожалению, у меня нету много их. Не готовилась я заранее к этому блюду. А большой помидор я просто разрежу на 4 части. И тоже так вот его помидорчик. И тоже так вот его помидорчик. Так, 15 минут прошло, запеклось. Теперь нам нужно вот это все смазать маслом. Вот этим маслом, которое с зеленью. Сначала мы смажем просто. И теперь немножечко надо на каждую положить чуть-чуть. Руками вообще будет быстрее, честно говоря. Сейчас вот чесночка немножечко везде добавим, зелень. Так, мы зелень все распределили. С чесночком все очень вкусно пахнет. Ну, теперь нам нужно распределить помидорчики. Вот эти кругляшки на самые большие положу. Вот эти, которые поменьше, положим на то, что поменьше. И, в общем, все это сейчас мы разложим. Так, все прекрасно разложили. И теперь сверху сыр. Тоже везде по чуть-чуть положим сыра. Ну, тоже сыра побольше, поменьше, кому понравится. В общем, сыр надо мне разложить весь, чтобы он не оставался. Наверное, многовато я его натерла. Ну, в общем, вот такая красота у меня получилась. И теперь я отправляю это в духовку на 15 минут на 200 градусов. Все, девочки, блюдо мое готово. Ну, сейчас немножко остынет и будем пробовать. Ну что, девочки, приступим к дегустации. Я думаю, вкусно должно быть. А вы как думаете? Ну, пахнет очень вкусно. Чуть-чуть подостыло вроде бы. Сейчас попробуем. Очень вкусно. Я даже думала, хуже будет. На самом деле вкусно. Что я вам хочу сказать? Что бы я сделала по-другому? Ну, в следующий раз я буду просто иметь в виду. Если баклажаны маленькие, то лучше их тогда резать вдоль и не резать их тонко слишком. Ну, у меня некоторые получились тоненькие. И вот они как бы ужались. Можно даже чуть больше сантиметра, там, миллиметров 12. Что касается это баклажан. Помидорчики, ну, лучше уже, если в следующий раз я буду готовить, то я буду уже соответственно диаметру, если помидоры вот не соответствуют диаметру, то их просто кусочками вот так вот просто разложить на вот эти вот длинные полосочки. Сыр. Сыр вот этот на вкус хороший. Но я бы его на мелкой терке лучше бы потерла и положила бы, может быть, даже меньше, чем вот сейчас на данный момент. Укропчик в тему вообще, чесночок, все остальное в тему. Ну, в общем, на самом деле, блюдо очень вкусное. Я сделала его так импровизированно, из того, что у меня было, из каких продуктов было. В остальном все хорошо, все отличненько. И можно его сделать, конечно, это блюдо покрасивее. Можно таким блюдом украсить стол, чуть-чуть зелени сверху посыпать, украсить этим блюдом. Но очень даже, мне кажется, если какой-то стол на кровати, украсит стол. Ну, и на этом все, девочки. На этом я хочу видео свое закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok